Бойцы, на середину. Бойцы, правила знаем, не нарушаем. Внимательно слушайте команду. После команды стоп, не работаем. Все ясно? Пожали руки. По углам. Агаев Имран, Хамид Сардар. Это второй поединок нашего вечера. Есть преимущество у Сардара в антропометрии. Видели мы, насколько он выше своего оппонента. И тяжелее самое главное. Да, в Весе тоже есть преимущество. Левша. Хамид будет пытаться, конечно, контролировать дистанцию. Выше ростом, тяжелее. Никто пока из спортсменов не атакует, выжидают. Ход поединка уже, знаешь, как будто бы контролирует Сардар. О, попадает сейчас слева. Сардар. Ну а вот Агаев пока не совсем понимает, что предпринимать. Как атаковать. О, потихонечку. От стоматолога. От стоматолога. Есть, попадание. Да, вот сейчас прям врывается на нужную дистанцию Имран. Получается у него попасть в старые удары хорошие. Еще пока, вот это да. Отмахивается просто Сардар. Вот это работа от Имрана. Да, и обратите внимание, контролирует действия оппонента сразу. Он прочитал, увидел вовремя. Еще навстречу сейчас. Напережение буквально. Изначально мне казалось, что это мисс мать. Да, выглядело так, если честно. Но теперь по ходу поединка Имран прихватывает за голову и несколько ударов успел донести. Да, очень быстрым, срывным выглядит. Агаев Имран. Хороший первый раунд. Имран в красном углу. В синем углу Хамид Сардар. На три года старше своего оппонента Имран. 27 лет. И 24 года Хамиду Сардару. Атакует джебом в корпус Хамид. Да, сейчас, скорее всего, он больше будет прессинговать. Выжидает. Такое ощущение, как будто он ищет просто момент для одного удара. Есть попадание. И тут же клинч после пропущенного удара. Отлично. И насыпает сразу. Пытается ответить на каждый удар Агаев. Видит все атаки. Вот это да. Отличная комбинация от Агаева и Имрана, кстати. Что-то похожее было в первом раунде. Мы сами наблюдали. Впадает, конечно же, ударной мощи в этих атаках у Имрана. Скорость, конечно же, присутствует. Серийная работа также присутствует, но... Дима, кроме этого, ничего не надо. На ногах раз кидает. Чем же от этих Хамид Сардар? Пока что ничем не отвечает. С джебом атакует. Еще одна комбинация. Да, немножко расслабился Хамид под концовку. Не ожидал он, что именно так вот ворвется на дистанцию. Третий раунд. Ну что, наверное, Хамиду Сардару стоит рисковать. Да, и больше адопции-то не остается у него на самом деле. По скорости уступает. Причем, учитывая его габариты, я не знаю, почему Хамид Сардар работает вторым номером. Да, тоже интересно. Еще одна комбинация. Неужели был потрясен? Хамид Сардар. Погаев как раз-таки действует как будто бы он больше габаритами. Да. При этом вот такой вот мощью, скажем так, должен давить именно Хамид Сардар. Стоп! Минута, минута, подвигай! Внимай, Иман, на ногах подвигай, Иман. Вот так, видишь, Иман? Опять включает джеб Сардар. Выжидает. Вот это да! Вот это попадание! Чистый! От Имрана! Прямой нокдал! Да, после такого, конечно, Хамиду не знаю, что нужно предпринять. Его устроить на такой глухой накал. Чтобы достичь победы. Все еще не восстановился после пропущенного удара, Хамид. Да, и это заметно. Еще раз. Слева уже здесь. Как он хорошо чувствует дистанцию. И ведется сейчас Сардар. Тоже опускает руки. Наверное, не стоит играть в игру оппонента. Концовка. Ууу, здесь уже Сардар. Попадание было уже от Сардара, да. Почувствовал вот этот момент. Для нанесения удара. Очень верный. Опа, стоп! Не, ну, такое бывает. Бывает в пылу. Охрана. Не специально это сделал. Ребята, на уважение! На уважение, ребята! Ну, а у Хамид и Сардара было целых 6 минут. Бывают моменты, конечно, кто-то там может задеть. Прихлопнуть, скажем так, своего оппонента. Но он этим не воспользуется. Сейчас, наверное, нет смысла что-то говорить. Боец, боец, боец! Уважаемые бойцы! Судейская коллегия! Вот это и есть настоящее уважение в мужской поступок! Ребят, в первую очередь я не устану говорить. Я все понимаю, это бои, бывают эмоции. Все очень сильно накалено. Давайте решение. В этом бою единогласным решением судей победу одержал боец из красного угла Агаев Имран по прозвищу Стаматова. Ребята, еще раз повторюсь, самое главное это на уважение. То, что вы пожали руки друг другу, я считаю, что это настоящий мужской поступок. Я все понимаю, все на эмоциях, это бой, для каждого он супер важен в настоящий момент. Да, ребят, но не забываем про уважение к окружающим. Это судейская коллегия, это медбригада и ко всем, ко всем. Поздравляю тебя с победой! Ты показал зрелищный бой. Если честно, перед этим боем, я когда увидел габариты, я подумал, наверное, этот бой, честно говоря, да, то, что он очень быстро может закончиться, да. Но, насколько я помню, ты писал мне в Инстаграм. Да, ты сказал то, что ты спарринговался с Рафаэлем Физиевым. С бойцом UFC. Да, с бойцом UFC. Да, я так понимаю, ты стоматолог. Все верно? Все верно. Ты совмещаешь свою работу и тренировки вместе? Точнее, тренировку совмещаюсь с работой. Да? Ну, у тебя неплохо получается. Ты очень интересный боец и очень характерный, мощный. Слово тебе. Всем ассаламу алейкум. Как ты сказал, Рамазан, соперник на 20 килограмм тяжелее меня. Мой свой вес в данный момент 77 килограмм. Мне сказали на 95. Я в тот же день сказал, согласен. То есть это было за день до взвешивания. Мне ночью сказали, я рано утром выехал в Алма-Ата на взвешивание. Я сам с Миркенским. Ассаламу алейкум. За меня все болеют там. Всем спасибо. Хочу также всех поблагодарить. Спасибо сопернику. Уважение. Рейфери, я обещаю тебе, братан. Эмоции просто. Все. Еще раз поздравляю тебя с победой. Я, честно, иногда удивляюсь, когда бойцы настолько настырно хотят выйти в этот октагон, именно в РФС Рухфайтинг Чемпионов. Я очень рад этому. Но бывают моменты, когда бойцы выходят по весовым категориям, которые вообще не соответствуют. В эти моменты я, на самом деле, очень сильно… Во-первых, удивляюсь и считаю то, что это, конечно, неправильно. Каждый боец должен драться в своей весовой категории. Но, понятное дело, поп ММА, ребята, я думаю, все зрители понимают то, что здесь разница в весах может быть реально очень большой в отрыве двух соперников. Поэтому тебе только уважение с победой. Скажу, почему вышел. Как говорится, возьмите меня судодворником, я стану здесь королем, братан. Я думаю, что мы тебя обязательно увидим в нашем следующем турнире. Поэтому удачи. Давай теперь ты поделишься ситуацией с боем. Как вообще, что не так пошло. И вообще всем ассаламу алейкум в первую очередь. Всем братьям, которые болеют за меня, которые приехали со мной. Я, если честно, рамазан вообще не готовился к бою. Два года где-то не тренировался. С дороги с Ахта уехал, как раз брат позвонил старший. Он сегодня тоже нечего выступает. Он мне звонит, что там, Сардар, есть желание? Я говорю, давай смело. И вот мне какого-то, по идее, изначально 110 килограмм кого-то предложили, он что-то отказался. А то, что наш брат говорит 20 килограмм в разницу, когда я вчера на взрыв еще не пришел, он был 84 килограмма. А сколько, 92 или сколько? Это не оправдание, в первую очередь. Видно, что пацан готовился. Ему тоже отдельное спасибо. Как говорится, проиграл битву, но не войну. Иншаллах, дайте мне еще одну возможность. Я приготовлюсь, подготовлюсь там у себя на родине. И я готов взорвать ваш промоушен. Все, спасибо. Всем добра. Поаплодируем бойцу. Это был очень хороший бой. Я думаю, мы обязательно тебя увидим в твоей лучшей форме, с хорошей подготовкой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.